Что происходит на восточной границе Украины в эти минуты узнаем у Александра Бондаренко, он на прямой связи со студией. Саша, какова ситуация, что видели? Добрый вечер. Сейчас здесь всё спокойно. Это пропускной пункт Изварина, одна из самых восточных точек Украины. Российская граница в паре сотен метров за нами. Мы провели здесь сегодня полдня примерно, наблюдали за тем, как люди пересекают границу в обоих направлениях, проезжают машины, просто пешеходы проходят. Всё достаточно спокойно. И пограничники нам рассказали, что за последнюю неделю-полторы несколько упал пассажиропоток. В первую очередь уменьшилось количество людей, которые с России заезжают на территории Украины. Ну а вот те люди, с которыми мы общались, которые пересекают границу в обоих направлениях, вот что они нам рассказали о своих впечатлениях о ситуации на границе. Сюда ехали, конечно, тут говорили, что может быть какие-то сложности, даже не советовали ехать так. В Украине такое всё происходит. Ну, казалось, нормально, дай бог. Прошли пока нормально. Особых изменений не заметил. Всё как обычно. Больше паники, мне кажется. На границе да нормальная ситуация. Хорошая. Никаких ничего, всё нормально. И здесь пограничники тоже не всех подряд пускают с российской территории, с российскими паспортами. Некоторых отправляют назад. В первую очередь те, кто не может подтвердить свою или как-то обосновать свою цель пребывания в Украине. И, конечно же, очень многие в Луганской, вероятно, и в Донецкой областях ждут сообщений из российского генштаба о том, что военные и военная техника, которые ещё совсем недавно были невдалеке от украинской границы, они и то, что в России называли учениями российской армии, они выполнили приказ главнокомандующего Владимира Путина и вернулись в места постоянной дислокации. Ну, или, по крайней мере, ждут сообщений от украинского министерства обороны о том, что всё спокойно и обстановка нормализовалась. Спасибо, Александр Бондаренко, с мирными вестями с восточной границы Украины.